так ребятки ну вот приготовила я протушила капусточку такая она у меня с томатом с лучком ничего лишнего вот сок я люблю такой а еще я приготовила речку чтоб не знаю денег теперь не будет будем на речке на капусте капуста тоже кстати дорогая 3 евро нас кончатчик капусты обычной белокочаной капусты получилось на 3 евро цены шикарные в германии также не значит будем пробовать и говорить вкусными это на самом деле или нет но она всегда лишь то капуста я всегда классно готовлю она такая знаете чуть хрустит и кисленькая с томатом это вкусно ты ждешь будем есть я может пришли сейчас буду что-то рассказывать может быть значит так ребята насто требует эти батончики ты уже съела три штуки а на курсы я не съела укуталась холодно сколько ты съела что ты несешь сразу боже всем штыки господи съела две штуки это 3 будет ну 3 будет кстати кстати ребята вот эти вот с бананом самые вкусные шо вы ешься говорю я замерзла я буду я включила на единичку здрасте здрасте ну я лучше говорю да мне кажется что сейчас уже потеплело и они больше они включают не а потом летом как придет заплачешь по счетам халявщица ни хрена с вами не болит извини я не хотела так вообще уже держишь снимать нет все так больно и ты издеваешься не кидай во первых этой хернёй тупого что ты сделала извини пока вон кстати вкусно реально вкусный вкус жвачки с бананом вообще это нельзя есть дети наверно детям это понравилось бы я уверена но ножки поля полезно но вкусно реально что болит у тебя на боли ну извини так фигачила нож дубовая зерна тут я не знаю кстати насчет отопления ты наверно права реально я же на единичку чуть-чуть пусть хоть чуть-чуть комната прогреться но реально же холодно тут и там в той комнате тоже холодно вообще не поймаю я маленькая эта погода один день жара ты там хочешь еще не привыкла уже скоро будет вот как ты здесь пора уже привыкнуть ну мы тогда приехали было жарко летом а сейчас холодно настя поели надо идти на прогулку что нет я сейчас пойду покажу вам немецкий как я делаю пока настя пусть есть свой батончик вот ребята такое задание она нам дала распечатала листик четвертую по ту страничку нужно сделать вот может кому-то интересно как какие задания вообще ну вот это в принципе легкотня баруф я тут баруфа допишу как-то так есть ошибки видите я так вот тебе пишу перевожу я в принципе так знаю что за слова ну просто так так еще больше запомниться все потом что здесь вот это задание скорее всего я сделаю неправильно надо его перевести и это тоже я не уверена сейчас посмотрим вот ребята включила таймер у дома и ты настя в такой курточке купила когда-то за сколько ты ее купила здесь но на сколько она стоит 20 20 секонд-хэнди на минуточку хорошая секонд-хэнд так сам прикол там реально ну типа когда приехали германии думали что здесь прям бренды в секонд-хэндах и обычно в ютубе такой обычно выбивала я смотрела а и может здесь на нашем городе нет в нашем городе типа ну что там фирмы какие-то были вещи хорошие их вообще не существует не то что даже хорошие вот куртка 20 евро смысле нас-то надо иметь деньги чтобы покупать хорошие вещи мы ешь поэтому говорю я искала в секонд ты сказала вообще нет хороших вообще нет хороших такого даже плана что за бренд просто было сложно ты имеешь ввиду бюджетные вещи они некачественные но как дела уже все вылетает от хотя это настоящий ребята пуховик ну хорошо у меня жилетка зары все нитки по вылазили и и купила ну не так давно и ну и как это понять зара типа хотя это обычный макс маркет или как и микс микс макс маркет ну типа бюджетный магазин уже считаются то раньше когда-то в украине зара считалось еще ну как бы ничего не чего себе хорошая вещь это хорошенько зарабатывать луи виттон и так далее на олене дебилы по-другому не назвать правильно все ребята будем переходить дорогу все ребята мы вышли на нашу прогулку еле убедила Настю что давай все таки выйдем она говорит что у нее болит позвоночник я не знаю что у нее со спиной если бы простыла то болела бы ну я думаю поясница а позвоночник прям я не знаю такая боль как будто целый день я не знаю что ходила как будто не знала куда-сюда обратно на самом деле что на курсы сходили все кстати окна сегодня были в классе закрыты но окно у учительницы было открыто и мне оттуда прям тянуло я чувствовала холод серьезно ой тяжело телефон лежать я не знаю что со мной так спинам болит ребята напишите может есть вермании какая-то нормальная мазь я уже как бабуля ты помнишь короче сейчас мы пройдемся включимся и расскажу про мазь короче прошли совсем немного у Насти вообще разболелась спина и она говорит что она не может дальше вообще идти так я вообще не понимаю из-за чего что со спиной даже я книги сегодня в рюкзаке несла не ты может точно спала неправильно ну да мы не знаю много спали да плохо вообще не советуем идем спать ну да нежелательно я же хотела про мазь смешно рассказать но я наверное сейчас переключу буду снимать насти потому что я реально просто не могу держать телефон вообще никак короче ребята история про мазь все кто смотрел видео по поводу женщине которые женщины которые мы помогали постоянно короче она что-то просила холодильник таскать и мы отказались сказали то что болит спина а спина реально у нас болела потому что после той бойки после той кровати реально спина еще не отошла там времени не так мало пришло и реально побалевала спина нормально так Настя что говорит ей что у меня и у Ани болит спина она говорит да ладно я вам дам мазь вот когда холодильник поднимем тогда я вам дам мазь я вообще забыла об этом а сейчас ты меня как этот шокирована была что будто какие-то прорабы там работают у неё которые она там платит не знаю даже от родственников нет чтобы она это сказала вы своим знакомым то даже мужику какому-то я тебе мазь дам вот тебе добро не это просто не зависит от веса просто мы молодые можно весить сколько угодно что дальше девушка должна тягать холодильник она знает сколько нам лет и вообще было по барабану тащите мне холодильник потому что это хочу так реально у нас болят спины после того что она как будто нормально даже без шутки не посмеялась с такой серьезностью сказала типа то я вам мазь дам после этого как вы мне холодильник хотела бы слышать просто реально что я не хочу сейчас начинать но может они этого увидят и услышат я хотела видеть чтобы внучок или доця потянули бы холодильник это родственники а мы кто такие почему вообще мы реально были такими дурочками по-другому не сказать вот так вот оно все знаете как-то вспоминается даже слова массы у меня сразу ассоциация такая происходит потому что реально человека был сплошной негатив жалели чисто из-за возраста воспринимали как я старую баба оказалось совсем не так наглая женщина скрытая хитрая можно конечно много всего говорить и вы можете сказать что вот а зачем вы тогда помогали раз вы ждали какую-то отдачу не нужна никакая отдача кроме нормального отношения а то как нам отнеслись просто максимально по-свински это не передать вам словами поэтому до сих пор такой осадок остался потому что ну реально это неприятно я думаю каждому было бы неприятно когда у вас бы так бы вытирали бы ноги а вы бы просто были как какими-то рабочими и все а потом вас чуть ли не на три буквы послали грубо говоря да кстати я сейчас так задумалась просто мы же не можем вам рассказать прям всю ситуацию там очень длинно и очень долго и я думаю что даже вы бы вы вы просто были в шоке по-другому не сказать что я не могу понять зачем после нового года перед новым годом мы ее прошу это фильм ужасов все говорю что зачем мы ее простили перед новым годом потому что она написала текст где она просто но то типа поверили типа такие хорошие девочки вас так люблю лучше вас здесь никому нет если бы не вы я бы не справилась бы в германии реально хочется спросить а где бы вы были если бы не мы люди были ваши дети чем уже под это делали вам так даже ее дочки я заполняла все документы в job-центр первые документы там было очень много листов она мне просто звонит говорит даже знаю кто сейчас ей помогает заполнять я сейчас приду перед фактом она просто как и как и мама они просто ставили нас перед фактом и все я сейчас приду и все короче сплошной негатив идет с этими всеми воспоминаниями реально сколько сейчас понимаю типа это сказано как будто ты там собака какая-то я держу животное какое-то не знаю что это как к селу какой-то там ходит какой осел и которые там на них устали типа они бесконечно будут работать работать и работать там ходить просто она вызывает доверие внушает реально к себе доверие и даже не только у нас есть еще один парень который ей помогал тоже с лагеря у нас давай окей давай кто-то один ну что все рассказывай мне рассказываю что ну просто да ты говоришь за парня этого просто мне интересно если она до сих пор с ним общается использует его до сих пор то мне его честно его жалко потому что он ее вас тоже воспринимает он постоянно бабушка люба бабушка это он с ней так и всякий потому что жалко она доверие проявляет а за спиной она псырала его конкретно 8 марила он все сделает не переживайте он не все сделает бедный просто ну понятно мы не будем эти сплетни и листья выяснять там такая на самом деле это женщина и дальше просто уже у него возраст ей как бы надо под задуматься может там сходить церковь подумать что ты сделала не так пойдет конечно нет она видит вот так все сделать как она думает человек всю жизнь наверное так и прожил то его никак не изменить я уверена что она просто такое было если даже ее дочка говорила что она вам всем улыбается на деле она не тот человек который за которого себя выдает ну как бы короче ладно настя не будем мы просто ребята еще раз напоминание не очаровывайтесь людьми чтобы не разочаровываться они могут казаться очень хорошими очень добрыми а в конце просто вытрут об вас ноги и ваша доброта не будет оценена не как да для нас они это такой урок конкретно конкретно после этого типа оливи дырн после этого я вообще никому ничего не хочу здесь отказывать у нас инициатива из-за чего это не просто так просто такая ситуация сложная на стране и здесь все а инициатива инициатива из-за чего пышнин стало жалко что она здесь приехала дома помочь до помочь это не просто так что там ничего не происходит поэтому решили нам было и жалко и нынешний как они говорят доверие да поэтому так смолана насти все бог с ним уже приятный бог всем судья да и все так что идем дальше или будем сидеть сделай причем отлично исполнилось ты давай на самокате она когда-то в харькове этот чуть не упала с него я или ты ты давай едь мне кажется что его просто кинули на чему еще можно без глазу до начала его здесь кинули посреди дороги когда люди бросают кстати сколько смотрела смотрела видео в ю-тубе идет мама с ребенком и пацан тупо едет и вот так кидает его тупо перед ребенком тупо так спрыгнул и кинул вот такой огромный почему его не поставили там где надо ну это тоже не мы эх не покаталась ты бесплатно халявшица тут дорого наверно опасно по дороге я не советую да и вообще тоже надо немецкий я думала живу кто-то кинул и на нем еще рассказывал помнишь типа шел в ребенку потребовали сказали что надо ставить на вот такой электронный самокаты шлем на номер немецкий номера немецкий да да что то было такое сейчас напишет комментариях вот это они халявшицы хотели бесплатно это ехать смотри как классно этот подсвечивается пешеходный переход это мне нравится это хорошего